Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем Ленинском городском округе есть движение, называемое движение первое. Сформировано оно в основном из вторшеклассников. Что это за движение? Чем занимается? Давайте узнаем у них непосредственно. Ребята очень ответственные, уже достаточно взрослые, умные. Я даже не боюсь возлагать на них самих ответственность, им поручать задания и не следить за каждым их шагом. Они сами все делают прекрасно и сотрудничают у нас и с парком, и с другими учреждениями, участвуют во всех мероприятиях округа. И не только округа, мы выезжаем на всякие областные мероприятия, например, в Москву. Я не только занимаюсь координированием нашего актива, но еще и координирую школы и другие учреждения, на базах которых открыто первичное отделение нашего движения. Вот там уже, наверное, работа посложнений, потому что там все-таки такая организационная, и там уже моя руководящая должность во всех своих красках проявляется. Там, в этой работе я уже не взаимодействую сама непосредственно с ребятами, а больше взаимодействую с педагогами, с советниками школы, с директорами, с управлением образования, и координирую их работу, чтобы они привлекали школьников, ребят в наше движение, мотивировали их участвовать, так же, как и наши активисты, которые вы сегодня видите. Как получается завлечь? Чем берет движение первых? На самом деле у нас же активности, они направлены именно на интересы самих ребят, самих школьников, подростков и малышей, активности разные. Поэтому мы в первую очередь делаем акцент на том, что интересно самой молодежи. Поэтому замотивировать их участвовать в этом не так уж и трудно. У нас были такие небольшие простои, когда была пандемия, например, и ничего не происходило. И молодежь у нас на самом деле сейчас очень активная и энергичная. И они, мне кажется, засиделись и устали от того, что им не в чем было участвовать, не в чем было заниматься, только свои какие-то прогулки. А сейчас они видят, что много чего происходит, именно направленное на их интересы. Поэтому они с удовольствием присоединяются. Стоит им только рассказать, информировать их. И они участвуют. Понятно. Ну, тогда такой вопрос. Ближайшие задачи на ближайшее время и привлечь побольше людей, или же все-таки какие-то расшириться как-то до небывалых вершин? У нас, конечно, такая очень важная задача первоначально – это привлечь как можно больше ребят в движение, чтобы было для кого это все делать. И, конечно, у нас уже готовится много проектов, которые будут реализовываться и в сентябре, и в дальнейшем уже намечен план работы. Так что будут мероприятия, будут акции, будут конкурсы, много чего. Ань, скажи, пожалуйста, что ты чувствуешь, когда ты здесь? На самом деле, наверное, движение первых именно в Ленинском городском округе для меня – это семья. Это семья, в первую очередь, это, знаете, такой маленький вроде круг, но такой близкий, с которым ты идешь и в огонь, и в воду. Мы прошли очень много с ними мероприятий и веселых, и грустных порой, которые у нас итогом заканчивались. Но это что-то даже больше, чем семья, что-то родное, что-то приятное. И когда я, наверное, с ними выхожу на одно задание, на одно занятие, я испытываю невероятный кайф. Я просто кайфуюсь с этих людей, я вижу их огонь в глазах, и я загораюсь таким же огнем, из-за чего всегда работа получается слажена, и результат радует наших жителей. Что именно ты делаешь? На данный момент? Ну, вообще, или вы все занимаетесь всем, или каждый курирует что-то одно? На самом деле, наверное, каждый занимается почти всем. Я порой курирую новеньких. Вот к нам новенькие приходят, я им рассказываю, в чем суть, как надо общаться с коллективом, как с руководством, и немного их направляю в правильную сторону. А так, в основном, наши ребята, они занимаются вот всем. Вот есть задания, и прям там человек 10 готовы абсолютно сразу помочь, и поэтому у нас не бывает такого, наверное, дефицита людей, но всегда новых ребят мы с радостью принимаем и ждем. Десятый, одиннадцатый класс – это старшеклассники. Я просто смотрю, что вы преимущественно, у вас старшеклассников много. Как они умудряются совместить и учебу, и эту деятельность? На самом деле, наш коллектив идет с 14 лет до 17. Я так на днях просто посчитала, в коллективе я являюсь старшей. Я сейчас перешла в 11 класс, и могу сказать, что подготовка к экзаменам и общественная деятельность – это возможно. Это возможно совмещать. Если особенно мероприятия идут в выходной день, это вообще кайф. Вообще вот легко, просто, все. Было бы желание. Когда есть желание, нет никаких преград. И ребята, которым здесь по 15, по 16 лет, абсолютно грамотно и четко совмещают учебу вместе с дополнительным образованием. На твой взгляд, работа в движении первым, чему учат молодежь? Первое, наверное, это коллективизация. Когда человек умеет находить общий язык с другими, он перестает быть каким-то социофобом и спокойно начинает выстраивать с людьми контакт. Очень много было ребят зажатых, которые сейчас, спустя даже полгода, раскрылись с такой невероятной силой, что мы даже не ожидали, что они так умеют с такой подачей выйти на сцену и провести, например, мероприятие. Наверное, все-таки любая общественная деятельность помогает раскрыть человека. Она раскрывает, дает уверенность в себе и дает возможность найти новых людей, новых единомышленников, что самое главное в нашем движении. Волонтерский штаб Ленинского городского округа наш имеет 150 человек. В составе из них, наверное, человек 70 – это постоянные, которые готовы всегда выйти, помочь. В движении первых ситуация та же. 45 человек, но при этом все готовы. И каждый день к нам присоединяется кто-то новый. То есть это абсолютно реально. Молодежь, когда видит интересное движение, когда видит, что у них есть возможность раскрыть свой потенциал, они с радостью тянутся к нам сами. Я считаю, что, наверное, каждый подросток, каждый второй может присоединиться по своему желанию. Полина, скажите, здесь допланирован квест. Мы привыкли к квесту, что бегает большое количество людей. И как проходит ваш? Наш квест проходит так. Сюда приходят дети. Они выбирают любой урок. Математику, русский, литературу, физкультуру. И также есть перемена. Благодаря перемене им выдается листочек с качествами человека. По типу щедрого, доброго, ласкового. И они разукрашивают, что к ним больше подходит. Также у нас есть вот такая вот математика. Есть геометрия. В математике нужно закрасить разными цветами по цифрам. То есть, допустим, если ответ 7, нужно закрасить синим. Если ответ 10, то желтым. Таких у нас вот два. Это с Карлсоном, с ромашкой. Также у нас есть геометрия. Здесь нужно найти и разукрасить соответствующим фигурам цветами. То есть, получается, квест на стуле, да? Да. Ясно. Ну и в итоге победителям это из каких-то из нескольких заданий? Или все-таки это какой-то, каждый выбирает себе свое? Ну, здесь скорее нет победителей. Здесь просто свое удовольствие. Но если даже и хотят посоревноваться, то могут. Кто, допустим, быстрее сообразит ответ, допустим, тех же самых цифр. Кто быстрее найдет фигуру. Понятно. Также можно, благодаря квесту перемена, можно узнать, кто из ребят там самый добрый. Кто из ребят, допустим, самый ответственный. Вот, поэтому здесь можно узнать все. Скажи, пожалуйста, чем сейчас занималась? И вот я смотрю, здесь проходил такой или квест, квиз? Я проходила по-английски. Джангу играла и вполне хорошо. Как квиз зашел? Зашел. Зашел. Спасибо.